МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА При ремонте участка газопровода произошло возгорание. В результате один человек погиб, пятеро пострадали. Прокуратура организовала проверку. Следственный комитет возбудил уголовное дело. По факту произошедшего следственными органами СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех причин и обстоятельств произошедшего. Руководитель следственного управления поставил ход расследования дела под личный контроль. Внимание, вооруженный человек! В школах Нефтьюганска состоялись антитеррористические учения. Сообщение о подозрительном человеке поступило на телефон. От того, насколько быстро и грамотно на угрозу отреагирует персонал, зависит, как далеко вглубь здания проберется нарушитель, а также, как скоро прибудут спецслужбы. Важно отметить, что учения проходят без предупреждения. Специальная комиссия проверяет алгоритм действий сотрудников школ и групп быстрого реагирования. Бойцы Росгвардии прибыли в кратчайшие сроки и обошли местность. Кстати, в случае подобной опасности, сотрудники должны исключить передвижение людей по коридорам, а классы должны быть закрыты изнутри и забаррикадированы. Отмечу, что такие тренировки в прошлом году были проведены во всех учреждениях города. Были выявлены нарушения. Но, как показывает 2023 год, результат учений стал намного лучше. Плановые тренировки утверждены до конца года. Они пройдут во всех школах города. Действия должностных лиц на двух объектах, которые сегодня прошли тренировку, оценены на хорошо. Руководители действовали в соответствии с данным алгоритмом, предписанным постановлением правительства. Что касается сотрудников частных охранных организаций, также замечаний в их деятельности на сегодняшних объектах не выявлено. Их действия также оценены на высокую оценку. Проводятся тренировки. Четыре раза в год учебные проходят тренировки. Это и выходы ребят, и обязательно на уроках, и на классных часах проводятся обязательно беседы и отработка, как себя вести, в случае, если в школу вошел преступник. У нас охранное предприятие работает постоянно. У нас есть входная группа, которая также по пропускам заходит. Также у нас под закрыты, перекрыты все двери. И территория школы просматривается со всех точек. В Сургуте под колеса автомобиля угодил 10-летний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба окружной ГИБДД. По предварительным данным, мальчик переходил дорогу в неположенном месте в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы. Всего за минувшие сутки на дорогах Югры зарегистрировали 4 ДТП, в которых пострадали 6 человек, в том числе один несовершеннолетний. Кроме того, полицейские задержали 11 человек с признаками опьянения. К ответственности за выезд на встречку привлекли 125 водителей. Еще 36 пренебрегли правилами перевозки детей. В Нефтьюганске представителям муниципальной власти устроили рейд по детским и спортивным площадкам. Цель такой проверки увидеть и зафиксировать повреждения, а потом решить, как их можно исправить. То ли отремонтировать незначительные поломки, то ли заменить игровой городок полностью. Впрочем, говорят, в мэрии процесс небыстрый. Если от опасных игровых элементов избавиться в течение этого лета, то установку новых горок качелей только запланируют. Часть непригодных площадок уже демонтировали. А ускорить появление новых горожане могут, приняв участие в проектах инициативное бюджетирование и формирование комфортной городской среды. Отверстия имеются с годами, то, что проломили или дети сломали, не знаю. Ну, как бы лучше бы сделать это, потому что мечи все равно как бы рвутся. Потом дети бегают иногда и плачут, не маленькие. А иногда просто травмоопасно даже для ребенка. Он может сам зацепиться глазом или кожу так же себе поранить. В Югре полицейские регистрируют снижение количества автоугонов. С начала года в регионе украли 26 машин. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года таких преступлений зарегистрировали 37. Правоохранители считают, что тенденция к снижению стала возможной благодаря регулярной профилактике. Вот и сейчас в Советском районе сотрудники ГИБДД после проверки документов у остановленных водителей напоминают автовладельцам о мерах предосторожности. Инспекторы уверены, что в частности случаи владельцы автомобилей сами провоцируют преступников. Не запирают двери, носят все ключи в одной связке и теряют. А то и вовсе оставляют их в замке зажигания. Пренебрегают автосигнализацией. Госавтоинспекция рекомендует вам никогда не оставлять свое транспортное средство открытым, даже если вам необходимо отойти на несколько минут. Никогда не оставляйте ключ в замке зажигания. Вы часто оставляете машину открытой? Вообще не закрываю. Я в Советском живу, господи. Куда тут ехать-то? В лес что ли? В тайгу? Удачи, ребята. Тем более, кому нужен мой ланцер? Надо беспокоиться вот таким ребятам. Не покупайте дорогие машины. Югра вошла в топ-5 регионов по социально-экономическому развитию. Агентство РИА Новости провело исследование. За основу взяли несколько показателей. Например, объем производства товаров и услуг на душу населения, дохода бюджета, уровень безработицы и продолжительность жизни. Наш округ расположился в рейтинге на четвертом месте, уступив Москве, Санкт-Петербургу и Татарстану. Добавлю, что Югра стабильно занимает лидирующие позиции и входит в пятерку на протяжении нескольких лет. Югорчанам расскажут о том, можно ли купить звезду. 20 мая в Музее природы и человека Ханты-Мансийска с двумя лекциями выступит научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории, победитель конкурса «Лучший лектор России» Сергей Назаров. Ученый простым языком расскажет о разных космических тайнах. А 21 мая астрофизик проведет познавательную прогулку по культурно-туристическому комплексу «Археопарк», во время которой жители Ханты-Мансийска узнают о возникновении магнитных бурь и полярных сияниях. Добавлю, что выступления пройдут в рамках международной акции «Ночь музея в 2023». Программа авторских лекций будет интересна как взрослой, так и детской аудитории. Школьники Югры смогут провести летние каникулы за пределами региона. Например, югорские ученики могут отдохнуть в 554 лагерях России. Юные югорчане могут отправиться в детские оздоровительные организации Башкирии, Крыма, Татарстана, Краснодарского края, а также Свердловской, Новосибирской и Волгоградской областей. К слову, всего в этом году на отдых в другие регионы отправится около 42 тысяч школьников. Добавлю, что путевки в выездные лагеря покупаются на средства из регионального бюджета. Родители или законные представители детей лишь оплачивают дорогу до места отдыха и обратно. Как повысить эффективность ЭКО? Чем отличаются друг от друга современные препараты и при каких патологиях больше успешных оплодотворений? В Сургутском окружном центре охраны материнства и детства обсудили возможности репродуктивных технологий. С организаторами стали директор итальянской компании в России по распространению фармацевтической продукции Флавио Басари и директор медицинских наук, директор клиники «Дети» из пробирки Эмма Вартанян. В конференции приняли участие около 50 гинекологов и репродуктологов. Главными темами обсуждения стали вопросы повышения эффективности ЭКО в группах риска и коррекция гормональных состояний в позднем возрасте. Также на консилиуме разобрали истории 11 семей, состоящих на учете. Отмечу, что в Сургутском центре охраны материнства и детства в 2022 году провели 700 циклов ЭКО. В этом году планируется увеличить количество на 200. С января по сегодняшний день проведено уже 238 искусственных оплодотворений. На свет с помощью репродуктивных технологий появились 42 малыша. Очень трудоемкая, наукоемкая и очень дорогая технология. И поэтому, если бы она не поддержана была государством, как это было много лет назад, то, в общем-то, эти семьи бесплодные не имели бы такой возможности. Я хочу сказать, похвалиться, что мы настолько на опережение сработали. Нашему центру уже 25 лет. То есть, если центры где-то только начали развиваться в других регионах 10 лет назад, то мы уже 25 лет существуем. И много-много лет назад, когда я ходила и объясняла, что нужно это направление развивать, очень многие даже не понимали, зачем это. Но сейчас уже таких вопросов нет. Фантастический современный центр, в котором очень много современного оборудования, высокопрофессиональные врачи и очень хорошая организация работы. Очень много разных подразделений, которые отвечают за какие-то узкие аспекты. И все это очень профессионально. Югорские биатлонисты начали подготовку к новому сезону. Накануне на сайте Союза биатлонистов России появились списки спортсменов, которые вошли в состав национальной команды. Так, в группу Артема Истомина попали 4 югорчанки. Екатерина Носкова, Елизавета Каплина, Ксения Довгая и Алина Кудисова. Двухкратный призер Олимпийских игр Кристина Резцова начнет подготовку самостоятельно. Напомним, что югорчанка пропустила сезон из-за рождения ребенка. В марте у нее родилась вторая дочь. Сейчас Резцова проходит медицинское обследование и тренируется с мужем Иваном Анисимовым. Если говорить о лидерах прошлого сезона у мужчин, то Никита Поршнев начнет подготовку к сезону в составе окружной команды. Тренировочный сбор у Югры начнется завтра в Ханты-Мансийске. Что может объединить страну по-настоящему. Продолжение следует...